А то, может, Андрей остался бы. Посидели, вспомнили бы молодость. Да нет, пора. Да и поздно уже. Тогда выходные у нас. Ай, нет, ботенька, на выходные я, наверное, как обычно, по-семейному со своими. Справа у меня Лев Николаевич, напротив Александр Сергеевич, а слева… Мариночка Цветаева. Не-не-не-не, никаких женщин, чисто мужской коллектив. Слева у меня обычно Сережа Есенин. Андрюшенька, это очень опасная компания, ведь он был страшным пьяницей. Ну, в общем, не выдумывай, на выходные у нас, иначе не отпущу. Ну, если вы так настаиваете. Настаиваем. Валечка. Ну, что? Не заводит. В моем случае, коллега, автомобиль — это не средство передвижения, а не позволительная роскошь. Валечка, нужны твои женские руки. Как обычно. Итак, Геннадий, вам остается ответить на последний вопрос, и он будет следующим. В каком году впервые прозвучала песня группы Битлз «Yesterday»? Ну, по-моему, пусть будет в шестьдесят шестой. Верно! Это правильный ответ! Не в шестьдесят шестом, а в шестьдесят пятом. ПЕСНЯ 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 Это не твое место, никогда в жизни это твое место не будет. Ты посмотри, кто здесь работает, откуда ты их знаешь? Это наши все девушки Вано работают. Ты сейчас Вано приедет. Я тебе скажу, какой Вано? Не надо мне Вано стоять. Здесь написано, что это Вано место. Вано приедет. Это Тимура место, а не Вано. Тимура уже нет давно. Тимура. Забеждаем и�ой с кожей. Продолжение следует... Поехали! Ага, да. С вами все в порядке? Миленький, гони! В больницу? Да можно и в больницу, только бы побыстрее! А вы разве милицию вызывать не будете? Я? Слушай, друг, линяем, линяем отсюда! Ага, ага. А куда? Ну, ты куда ехал? Домой. Ну, вот и гони домой! Давай! Ну, давай! 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 Заходи, заходи! Не стесняйся! Чувствуй себя как дома! Заходи, заходи! Не стесняйся! Чувствуй себя как дома! Извините за беспорядок! Все нормально, не напрягайся! Здесь все устарело, обветшало, износилось, как и я сам! Однако, очень любезно с вашей стороны не обращать на это внимания! А выпей, что-нибудь есть? Есть! Чай есть! Хороший! Целонский! Мне студенты подарили! А что-нибудь покрепче? Ну, возьмите новый пакетик! А из спиртного? Из спиртного? Есть! Там где-то когор в холодильнике! Правда, очень давний! А это твой джип у дома стоит? Ну, что вы! Бандиты этого! Какого бандита? Да, соседа моего! Нарочно ставят машину прямо у моего крыльца! А дом твой? Да! Дом я получил в наследство от своей тетушки много лет тому назад! Но с прискорбием должен согласиться, что недостаточно уделял внимание его содержанию! Елика, возможно, не подновлял, не модернизировал, Возлагая надежды на возможное улучшение своего благосостояния в будущем! Однако, увы, это будущее так и не наступило! А ты кто? Что вы имеете в виду? Ну, работаешь ты кем? Преподаю! Читаю в университете на кафедре филологии! А вот, значит, почему! Не сразу тебя поймешь, чудно говоришь! Ведь иевато выражаюсь! Ну, я же не сказала, что ты выражаешься! Просто как-то… Издержки профессии! По элику имеешь дело со старыми формами выражения мысли! По какому элику? Что? Нет! По элику – это союз причинно-следственной связи! Ну, то есть, я когда волнуюсь, начинаю злоупотреблять предаточными, дейпричастями! Ну, с кем не бывает! Вот я, например, когда волнуюсь – икаю! Вот я, например, когда волнуюсь – икаю! О! Как тебя звать-то? Андрей Павлович! Сам я, разумеется, предпочел бы именоваться Антон Павловичем, но мои родители, чтая память деда, по отцовской линии дали мне имя – Андрей! Ну, Андрей, тоже ничего! Он – участковый Андрей! Хороший дядя! У нас участковый женщина, но тоже хороший врач! Но для преподавателя словесности, согласитесь, все-таки лучше, если бы меня звали Антон! Странно в такое время! – Не открывай! – Не беспокойтесь! У нас тихий район! – Семь и четыре! Сколько будет? – Одиннадцать! – Ага, спасибо! – Что вы делаете? Что это за деньги? – Задаток! – Вы опять? Я же вам говорил, дом не продается! – Я же с тобой в переговоры пришел, это, ну… – Вступить! – Правильно! Мне бассейн нужен, шведский! Их есть шесть метров и двенадцать! Шесть метров надо год взять, да? Двенадцать мне на участок, это, ну… – Не помещается! – О, правильно! – А какое мне дело? До ваших бассейнов! – Так ты что, прикажешь мне его не покупать? – Как вам будет угодно! – Можете не покупать! – А чего это ты мне приказываешь? – Вы поймите, этот дом дорог мне как память! Я в нем столько лет прожил со своей женой, у меня с ним столько связано! – Я же к тебе по-нормальному пришел! По-соседски! Без оружия! – А ты мне здесь всякую гадость говоришь! – Слушай, ты физик, да? – Филолог! – Слушай, физик, ты столько бабок когда-нибудь видел? – Видел! Вы ко мне четвертый раз приходите! – Возьми, а? Хоть обувь себе нормальную купишь! – Это не мои! – Яму-то я! Все равно выкопаю! – А что там будет? Бассейн или ты? Тебе решать! – Я вас прошу, если можно, ко мне больше не приходите! – А? – И перестаньте ставить машину на мое место! – Так машина – это ведь не конец, а только это… – Начало! – О! Ты меня уже понимать начинаешь! Ну что, пока! Физик! – Не физик, а химик! Филолог! – Химик! – На, на! Химик! – Химик! Кто это был? Сосед приходил. Зачем? Не волнуйтесь, в этом доме вы в полной безопасности. Ой, если б ты знал. Как я тебе благодарна? Честно говоря, я не люблю ввязываться в подобные истории, но… Ну, знаешь, в следующий раз дверь в машине блокируй, если не любишь ввязываться. Не обижайтесь, у меня дверь в машину вообще не закрывается. Но мне показалось, вас кто-то преследовал. Ой, подонок один. Отнюдь не будучи фарисеем, позволю вам, однако, заметить, что молодой женщине не пристало прогуливаться одной в такое время. Ну, ты даешь. Позвольте спросить, чем я вас так удивил? Ну, так у меня ночью самая работа, выезд за выездом. Так вы врач скорой помощи. Ага. А кто же тогда? Путана. Путана, путана. Ночная бабочка. Ну, кто же виноват? Так. Ну что же, это тоже неплохая профессия. Работа живая, с людьми. Знаете ли, главное от работы — удовольствие получать. Ну, да. Кто-то, наверное, получает. Кто-то, наверное, получает. Вот она, вот она эта тачка. Джип, что ли? Нет, копейка. В нее она села. Копейку? Угу. А я считаю, нормальная у вас работа. Без всяческих рассуждений и умозрений. Всяческих чего? Умозрений. А, это когда подглядывают. Ну, бывает и такое. У каждого свой пунктик. У тебя какой? Пунктик? Ну, да. Фантазии. Или как это называется? Хобби. У меня исключительно телевизор и кроссворды. И полный покой. Что касается услуг вашего цеха, то я ими никогда не пользовался. О чем, кстати, иногда жалею. Жалеешь? Видите ли, моя жена Зиночка. Вот, кстати, ее портрет. Так вот. Теперь я могу себе в этом признаться. Лучшее, что она для меня делала — это борщ. И то нерегулярно. Неужели ее кто-то увел? Унес. Вирусный грипп. И он не решался на это почти двадцать лет. Все-таки я хотел спросить. Этот подонок, ну что гнался за вами, чего он хотел? Дармового удовольствия? Да нет. Это был кот. Хотел, чтобы я молотила на него. Очень мне нужно. Я сама за себя. Будет еще всякая шваль. Просаживать мою капусту на автоматах, да на тотализаторе. Стоп, стоп, стоп. Я не успел прочистить. Три, помедленнее, пожалуйста. Ну, это был кот. Кот? Сутенер, то есть. А, понял. И он, видимо, не прочь пополнить вами свой кошатник. В точку. А я не хочу. О, пожалуй, мне пора заказывать такси. Нет, 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 нет. Позвольте, я вас провожу. А вдруг этот кот опять пристанет? Там видно будет. Ну, если что, сменю квартал. Я же говорю, лох. А может и нет. Может и наоборот. Знаешь, есть такие, у которых копейка для работы, а джип для понтов. Да мне пополам. Я за тёлкой приехал. Хочешь, сделаю тебе что-нибудь напоследок, а? Нет, спасибо. Я всё по дому умею сам. Да я не про то. Чудо. Ты кого-нибудь ждёшь? Тайсон. Его тачка. Тайсон? Боксёр? Похоже, что да. Не понял. Ну, кот, подонок. Выследил всё-таки. Знаете что? Бабути пока на кухне, я сам с ним разберусь. Андрей Павлович, это очень опасный тип. Подумаешь. Я военную кафедру закончил с отличием. Я, между прочим, лейтенант запаса. Да вы знаете, как меня студенты называют? Как? Так, дверь! В чём дело, милостивый государь? Вам известно, который час? Час ночи. Даже пять минут второго. Где она? Позволю себе напомнить, что вы выбрали совершенно неподобающее время для визита. Тем более, к людям вам не знакомым. Вы, очевидно, не вникаете в смысл моих слов. Последний раз спрашиваю. Где она? Кто она? Ты что, не врубаешься? Киска, которую ты подобрал? Местоположение, упомянутое вами особым, мне совершенно неизвестно. Случай распорядился так, что мы с ней оказались в одно и то же время в одном и том же месте. И она, спеша куда-то, обратилась ко мне с просьбой подвезти её. По элику наши пути совпадали, я дал согласие. И она разделила со мной короткий отрезок пути, попросив высадить её на углу. Слушай, ботаник, ты по-русски сказать можешь? Да будет вам известно, милейший, я говорю на чистом русском языке. Ты что меня за козла держишь? Фуфил! Я твою тачку до самого дома вёл. Ни на каком углу эта кукла не выходила. Будем дальше тупить. Чмо! Вы правы, она вышла чёрным ходом. Ну, сейчас и проверим. Послушайте, я полагаю, что в ваши совсем неясные намерения не входит общение с органами правопорядка. Чучело, кончай звонить, я могу и рассердиться. Звонить? Чудесная мысль! Куда? А ты что не понял? Эта кукла работает на меня. Если ты сейчас её не приведёшь, будешь работать вместо неё. Не понял. Я ведь хотел по-хорошему. Даже не стал тебе сразу кайф ломать. Не, ну пусть думай, мужик попалуется. Четверть часа твои, законные. А если ты бабки не успел выложить, считай, получил от меня презент. Шутить изволите? Да какие шутки! Я сейчас весь твой сарай разнесу! Во-первых, это не сарай. Во-вторых, вы переходите все границы. А в-третьих, немедленно покиньте мой сарай! Дом! Я не позволю, чтобы какой-то кот крылся в моих вещах! Ну, чё? Чё? Тристи отсюда! Батаня, ты чё, тихо? Тихо! Ну, чё стоишь без дела? Давай потихоньку в больничку. Я тебя догоню. Что?! Что?! Ах, ты сопляк паршивый! Я три месяца на сборах в армии! Ещё раз посмотрим! Посмотрим! Где он? В шкафу! Ты засунул Тайсона в шкаф? Вот именно! Будь отрез, может, отпустил бы его с миром. Но сегодня котику не повезло. Что это? Ружьё студенты подарили. И сфера Риотта. Эй, вы там! С вами говорит профессор филологии. Языковед, автор семидесяти трёх научных трудов, множество внедрений и статей. Довожу до вашего сведения, что перевес огневой мощи теперь на моей стороне. Двенадцатый калибр, крупная дробь, промахнуться невозможно. Сейчас я открою, и вы выйдите спокойно, без резких движений. Руки за голову! Я провожу вас до дверей, и вы покинете мой дом. Что касается... Как вас зовут? Кать. А по батюшке? Ивановна. Что касается Екатерины Ивановны здесь присутствующей, то она останется у меня до утра. Не истолкуйте привратно мои слова. На втором этаже две свободные комнаты, так что вашей чести ничто не угрожает. Вы всё поняли? Что он говорит? Молчит чего-то. Выходите! Выходите! У тебя что в шкафу? Индейцы? Поволните. Это всё-таки платяной шкаф, а не индейская резервация. Ну, конечно! Как я забыл! Они стояли в шкафу, примёхонько напротив двери. Вот он в темноте и напоролся. На кой чёрт ты держишь здесь эти штуки? Да сувениры это! Мне их недавно студенты из Африки подарили. Тебе всё время студенты просто так оружие дарят. Почему просто так? За зачёт? Не ото яйцо. Можешь bitte! Утро! Поехали! Утро! 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 Нужно звонить в милицию. Стой. Стой! Какая милиция? Пошли с вилиными! Ментов ты всегда позвать успеешь. Ты только представь на минуту, в какое дерьмо мы вляпались. Он числится у них в картотеке, как сутенер. Я как проститутка. А я как скромный преподаватель нигде не числюсь. Я скажу им всю правду. Это ведь несчастный случай. Конечно, стрелы нужно было убрать куда-нибудь подальше, признаю. Но мог ли я быть до такой степени провидцем, чтобы предусмотреть самочинное вторжение некоего индивида, который, перейдя все границы благопристойности, изберет мой шкаф местом своего упокоения? Но для начала менты засадят нас за решетку! Но он же сам. Точно. Он сам зашел к тебе в шкаф и засандалил себе стрелу прямо в сердце. Очень правдоподобно. Это случается сплошь и рядом. Но не могу же я держать его в морозильнике. Слушай, может его закопать в твоем саду? В моем саду? Нет. Об этом не может быть и речи. О, черт! А что такое? Он был не один. Там его кореш. Нет, нет, нет. С меня на сегодня хватит. Да я его знаю. Он тоже кот. Мелочевка. Его у нас зовут ДД-шестерка. Вот. Только теперь. Прячь, не прячь. Труп бесполезна. Без Тайсона он отсюда не уйдет. Да помилуйте. Если он хочет забрать Тайсона, я не возражаю. Не возражаешь? Да ты пришил его кореша. Ты соображаешь, чем это пахнет? Я скажу ему, что это несчастный случай. А он извинится и уйдет. А что же делать? Ну вот, несчет его не йог. Так. Слушай, ты только помалкивай, а я запудрю ему мозги. Ну, другого выхода нет. Значит, заруби себе на носу. Ты пахан! Авторитет! А как это? Главное, говори поменьше. Сострой свирепую рожу. И молчи! Себе в тряпочку! В крайнем случае, кивай и говори да. Да. Привет. Заходи. Где Тайсон? А что он делает на полу? Тайсон! Тайсон, кончай! Кривляться! Падлы. Замочили. Стрелы проткнули. Дикари. Черт! Забыл сегодня свой пистолет! Ну ничего! Погодите меня, суки! Всем кровь пущу! Голыми пальцами пущу! Кто пришел моего кореша? А? Кто? Этот козел пришел? Познакомься. Это хандер. Ну, то есть хандер. Какой хандер? Хандер! Из Анталии. Откуда? Из Анталии. Да! Он здесь недавно? Да! То есть ты думаешь, что можно просто приехать и завалить человека? Да! Да ты беспредельщик! Да? Да! Ты че мне угрожаешь, а? Да! Да я в принципе... Да меня этот Тайсон уже самого задолбал! Я просто хотел спросить, а зачем ты это сделал? Прежде всего, милостивый государь, мне было бы желательно, чтобы вы соблаговолели представиться, как это принято в кругу людей благовоспитанных! Че он сказал? Понимаешь, за двадцать лет в Анталии разучился говорить по-русски. Дорогой. Это Деде. Вообще-то он Дима Дырко, но с такой фамилией в нашем бизнесе, сам понимаешь. А что, он меня знает? Наслышан. А, так это, ты шикюр, коллега? Окей! Не любит говорить по-турецки, одолевают воспоминания. Котик, я не хочу видеть этот убийственный блеск в твоих глазах. Ты слишком скоро на расправу. Солнце мое даже страшно становится! Деде свой! Якши? Я свой, я Якши. Можно сказать, сестра Бразерс. По-турецки, хотя скажи. Да, да, да. Ты с ним поаккуратней. Его ломает. А, так у него что, того? Так я ему кокса могу раздобыть? Нет, 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 нет. Он как раз проходит курс лечения. Дезинтоксикация. А, круто! Хандер, старина, а скажи, а что здесь произошло? Спросите у Хану. Ты же знаешь, Тайсон хотел, чтоб я на него пахала. А мне Хандер, законный хозяин, пять лет уже. Так его здесь не было. Ну и что? Знаешь, какая я верная. И потом он приезжал. Каждый год. У меня один хозяин. Вот он. Другого не будет. Правда, мой пупсик? Так чего ж ты молчал-то, а? Между своих могли бы и договориться. Он хотел, чтоб об этом не знали. А, так, Хандер, ты объяснил этому чудику, что Катя уже давно твоя? Ну а как же. А то давай права качать. Ну вот, Хандеру и пришлось. Во-во, точно. Тайсон по жизни страшно упрямый был. Как-то тебе мяшить себе что-нибудь в башку. Хоть кол на ней тиши. Да. Ну, твое здоровье, Хандер. Хандер, а как ты собираешься от жмурика избавиться? Пока не знаю. Так в этом деле я могу легко пособить. Правда? Да. Так вот, у Тайсона остались две Марушки. Ну, Марго и Анжела. Зелёненькие совсем, лет по двадцати. Ну, нельзя же их оставить просто так, верно? Конечно, такие юные создания. Они не могут сбиться с пути. Точно. Давай так, ты мне отдашь одну, а я беру на себя Тайсона. Сама собой, ты выберешь сам, кого оставить себе. Нет, 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 ни за что. Всё, замётано. Я ничего не говорил. Бери обеих себе. Помилуйте, об этом не может быть и речи. Избавьте меня от Тайсона. И обе девицы ваши. Чё он психует? Я ж хотел по-честному. Дело-то сделал он. Что я сделал? Я ничего и не делал. Не скромничай, милый. Да, да, прав. Поделимся поровну. Мы возьмём себе Марго. Я её знаю. Хорошая девочка. Что значит, мы возьмём себе Марго? Я? Мне ничего не надо. У меня всё есть. Не нужна мне никакая Марго. Не хватало только Марго. Не обращай внимания. Пришлёшь к нам? Марго, ну? Ну, Хандер, ну, дружище. Я рад. Я очень рад, что с собой познакомился. Ты, да я, да мы с тобой горы свернём. Чё это с ним? Ну, я ж тебе говорю. Ломка. А, ну, держись, брателло! Я помчался. Через час за жмуриком вернусь. А, кстати, а чё он такой дрежь живёт? А он тут отфиживается? А, круто! А чё ты на таком корыте ездишь? А, ретро. Ностальгия. Молодец! Хандер, прости. Просто любопытно. А почему стрелой? Случайность. У меня ещё полдюжины осталось. Там, в Анталии, у него это было вроде автографа. А, круто! Ладно, не провожай. Хандер, прости. В виде консультации. А если копьё в спине? Ясно. Что-то не очень. Буду думать. Морго! Остынет Иду, иду Тебя не добудешься Я только в пять утра вернулась Пока смыла краску, пока почитала немножко Ты читала? Господи, кто тебя так? Да, садись, вчера один попался Ну, не слабый он тебя отделал Ты хоть отбивалась? Если бы он предупредил А, опять по особому тарифу Пятьсот баксов И долго лупил? Пока не вернула При таком раскладе мог и на тысячу отоварить Зря ты, Маргут, с психами связываешься Хотя особый тариф Никогда не знаешь, чем дело обернется Совсем ты еще зеленая Ну, какая есть вся тут Конечно, в твоем возрасте И при твоих габаритах Так, полегче на поворотах, детка Мне всего лишь за тридцать Я вполне могу оформить тебе второй глаз для симметрии Ну, не злись Где хандрюлик? Значит так, девочка Запомни Для тебя он босс Уважаемый хандер В крайнем случае Хандер Палыч Ну, хорошо, не злись А где хандер Палыч? Вышел за продуктами Слушай Чудно все-таки Я уже неделю на него пошел Он еще ни разу с меня бабок не спрашивал Тут явно какой-то подвох Да брось ты Хандер широкая натура Это тебе не Тайсон Ох, не напоминай мне про эту сволочь Сбагрилась Анжелка, как цыплят на рынке Ни тебе спасибо, ни до свидания Ни записочки, ни адреса Так бы и плюнула ему в его поганую рожу Слушай А как ты думаешь Вот если придерживать понемногу бабок С хандером такое проходит? Ну, ты только не зарывайся Понимаешь, у меня план Еще год трублю А потом бросай все к чертовой бабушке И выхожу замуж За кого? За одного врача Он такой милый, просто дужка Ешь Он хоть знает, чем ты занимаешься? Шутишь? Борис считает, что я сама невинность Судя по всему, он у тебя точно не окулист Почему? Он что, слепой, что ли? Невинность Скажешь тоже Я когда к нему иду Я косички заплетаю И он думает, что я студенка Интересно, что ты изучаешь Иностранные языки Ну да, то есть на всех языках умеешь сказать сто баксов Я тот же институт кончала Коллега Чем дурью маяться Лучше подыскивай себе квартиру Учти, ты здесь временно А ты? Ты же здесь живешь? Ну, а я Другое дело Ну ясно, ты же с ним спишь Везде, Влад Ты знаешь Ты знаешь Если привести этот дом в порядок Ну, классная хаза получилась бы Вот зачем себе зимой и морозе все места Если можно работать здесь Постоянные бы клиентуры обзавелись Ну, это надо поговорить с Хандером Главное, тут не торопиться Подгадать настроение Не, ну мне-то что Не торопиться некуда Не то, что некоторым Скажите нам, милость А зачем туфли-то? В подвале есть лом В прихожей лопата Им значительно удобнее Там был паук А увидеть паука с утра Очень плохая примета А что у вас под глазом? Тоже паук? Я ударилась Поразительная ловкость Надо же Она висела здесь 30 лет Ничего страшного Нужно вызвать электрика Я сама этим займусь Прекратить трогать провода Только несчастного случая нам не доставала Ой, а что ты купил вкусненького? Я коленкой А ушами вы ничего не делаете? Нет? Можете соображение безопасности Уложить ее в постель И привязать? Я не хочу в постель У меня сегодня выходной Лучше в шкаф со стрелами Извини, Хандер Мне так жаль И соблаговолите Наконец-то разумеете Я хочу, чтобы меня называли Андреем Павловичем А не ты дурацкой Турецкой кличкой Ну хорошо, хорошо А чего ты купил? Колбасы Сыра немножко К сожалению, индейки не было Поэтому купил Коплуна А что это такое? Это петух, у которого больше нет В общем, он уже не годится вам, клиенты Хандерчик Дай я тебя поцелую Другой раз Спасибо, Андрей Павлович Что, Гадюша? Видим территорию Дура Давай я приготовлю Нет, руки прочь от моего Коплуна Коплуна готовлю я А вам доверяю Чистить лук Опять Ну знаешь, в создании домашнего уюта Тебе просто равных нет Ну я же не нарочно Вытри лужу И поставь вазу на место Потому что мне за нее Как-то неспокойно Паэлику Она все еще рядом с тобой Сейчас сама получишь Паэлику Дурында Это союз Причинно-следственной связи Ладно, режь лук Слушай А чего твой Хандер Одевается, как голодранец Между нами девочками Он и на кота мало похож Придется нам с тобой его прикинуть Потому что кот Это марка А с таким имиджем Цена нам будет копейки Сечешь? Я все сама сделаю Ты только не влезай Мне хотелось бы сегодня пораньше Отобедать Ну скажем В половине восьмого А в восемь Начинается матч Спартак-Динамо Чего? Какой матч? Хоккейный Ой, Хандер То есть, Андрей Павлович Не получится Сегодня восемь Искушение Лючита Что? Сериал Сегодня Лючита узнает Что ее племянник Это ее отец Да хоть дедушка Терпеть не могу Вмешиваться В чужую личную жизнь Но я все выходные ждала этот фильм А я три месяца ждал этот матч Пожалуйста, Хандерчик Андрейчик Павлович Ну зачем тебе весьма еще смотреть Ты вот новости включишь И все увидишь Кто победил Какой счет Кто кому морду набил А вот Лючита Что Лючита? Там даже счет узнавать не надо И так все ясно А если интересуетесь сюжетом Я вас с удовольствием просвещу Он красавец Руководитель модельного агентства Она бедная дурнушка Встретились, переспали Она стала красивой и богатой Все, какие есть вопросы? Ну ты жестокий, Хандер Хуже Тайсона К сожалению, все сюжеты очень похожи Влюбленные либо умирают Либо расстаются Либо женятся И вообще Да вы впредь У нас не было споров по поводу телевизора Вы должны уяснить для себя следующее Двоеточие В силу независящих от меня обстоятельств Я предоставляю вам кров и пищу Но не допущу Чтобы ваше присутствие Стало для меня докукой И временем Восклицательный знак Что, что? Да какой вы кука? Кто беременный? Оказывается, в этом доме Только он имеет право смотреть телевизор Вот уж не знала А теперь знайте Понеже вы в моем доме Понеже, котик Понеже Только дай посмотреть телек Да что вы несете Понеже это союз Причинно-следственной связи То же самое, что и по элику Вы настолько ограничены Что элементарно не постигаете Постигаю Постигаю Чем хочешь постигаю Конечно, родной Если тебе так больше нравится Конечно, постигаю Только потом Ну, пожалуйста Давай включим лючиту Короче Тема закрыта И обсуждению не подлежит Никаких сериалов Марго Иди, лук режь Каблун старый Послушай, Андрей Павлович Ты уж, пожалуйста Бери деньги у Марго Брать деньги у Марго? Зачем? Ну, теперь ты ее сутенер Что? Так я теперь не только убийца Но еще и сутенер? Боже мой Куда я качусь? Никуда Обычное дело Она дает тебе бабки Ты берешь Вот и все До очистки совести Можешь давать ей уроки русского языка По сотне за час Оказывается, я всю жизнь не тем занимался Просто взорвал свой талант в землю Короче Теперь тебе нужно держать Марку Да-да, тут такое всем про тебя рассказывает Ты вроде суперзвезды Все знают, кто такой Хандер из Анталии Замечательно Нет, я просто в восторге Вот А ты говорила, я ничего не добьюсь в жизни Но если жизнь пресная Не грех добавить немножко перчика Знаете, так можно и язво желудка заработать Но не волнуйся, это ненадолго Марку ищет квартиру У меня вообще есть Где жить я могу уйти хоть сейчас Если хочешь Нет Я совсем не то имел ввиду По елику Понимаешь Я просто не хочу оставлять тебя одного Может быть и не слишком сильно В грамматике И во всяких там Придаточных Но преступный мир знаю И могу тебе пригодиться В конце концов Ведь я у тебя в долгу Да что вы Конечно оставайтесь Я очень рад Честно говоря Этот предмет То есть преступный мир Я знаю слабо И без подсказки Мне не обойтись Слушайте, у вас такая сцена По круче в сериале Ну как наш Тайсон? Ну проблем Катя, хану Мурк Эть Все-то все-все-все Помидорчик Пошел ты знаешь куда Да ладно, ладно Мне Тайсон рассказывал Какой ты Мастерица На разные штучки Как-нибудь на досуге зайду На часок Я имел ввиду На общих основаниях Все-все-все Я же не знал Что ты уже не при делах Теперь будешь знать? Да Здравствуйте Молодой человек Хандер Привет, да да Сигаретка у кого-нибудь найдется? А кто это тебя так разокрасил? Врезался, косяк А, кусишь значит Боюсь у нее и вправду косоглазие Она все натыкается, все роняет Катюша, ты тоже могла бы свалить на кухню? Нам с Хандером надо поговорить У Хандера от меня секретов нет А у меня есть А нам до фени твои секреты Сам валять отсюда А мне тоже до фени Хандер Как она со мной так разговаривает? Погорячилась Катюша, будьте любезны Удовлетворить просьбу нашего общего знакомого Оставить нас наедине И свалить на кухню Короче, Хандер У нас кое-что стряслось Что еще? Короче, у нас в районе работает пятеро С тобой шестеро И ты представляешь Позавчера один фраер Высадил на нашу панель Четыре экзотических цветочка Экзотические цветочки? На панели? Привел четырех смугляна Мы, ясно дело, их поперли А этот парень такой пурный оказался Хочется поговорить с папой С чьим папой? Ну, кто за старшего? Просекаешь Мы с корешами сели Покумекали И решили Что кроме тебя некому Выступишь, так сказать Отсек нас сразу Вы что? Спятили? Почему я? А кто? Я когда братве рассказал Что с тобой познакомился Оказывается, двое из наших Уже давно тебя знают Господи Студенты? Да не, не Они просто дети перед тобой Они так и сказали Хандер из Анталии Законный авторитет Мне теперь кажется Что вроде я о тебе тоже раньше слышал Слава та Она впереди тебя бежит Что-то слишком резво бежит Попридержать бы не мешало Я ни с кем не знаком И разговаривать ни с кем Не желаю Хандер, не кипятись Я его уже привез Он у меня в машине сидит В машине сидит? Другого выхода не было И что прикажешь мне с ним делать? Пригласить его с нами отобедать? Ну это ты сам смотри Ладно, я его приведу Да, учти Он реально чертила С ним надо быть поосторожнее А то у них у всех кровь Горячая Катя, ушел? Вы знаете, что он отмочил? Знаю, я подслушивала Что же мне теперь делать? Если ты позволишь ему выпустить девчонок на нашу улицу Друзья ДД будут на тебя Большой обиде Тут и авторитет не поможет А если не позволив Большой обиде будет этот с горячей кровью Идеально было бы Елика возможно Удовлетворить все заинтересованные стороны Не нервничай Андрей Павлович Давай так Ты этого парня выслушай И скажи, что подумаешь Надо выиграть время А если он не захочет ждать? Ответишь ему с предаточными союзами Пока он разберется Так, сделай загадочное лицо Как у Дона Корлеоне Смотрел Крестного отца? Это там, где всех убили? Идут, я смываюсь? Ты не бойся, я рядом Хандер! Вот познакомься Наш друг Абумб... Бамумбало! Очень приятно Прошу вас, проходите Господин, как там было? Бамумбало! У тебя сигарета есть? Чай? Ладно Пойду сбегу Итак, друг мой Какая же страна приходится вам родиной? Я приехал из Габума Учиться? Папа думает, что учиться Ты того за чёмного меня не держи Я из Габума приехал Место под солнце застолбит В Габуме верно пасмурно Ты того не шути Давай договоримся Я вас не трогаю Вы меня Я того знаю, что говорю Прекрасное качество У меня всего четыре девчонки Из Габума Принцессы Дочки вождя Он того друг мне Боюсь, что Затем всё-таки возникнут проблемы Так, ты того Реши, он и то Если вы соблаговарите Выслушать меня Не перебивая Мне будет значительно проще Объяснить вам свою мысль Да будет вам известно Что в жилых ночных тружениц Наших тротуаров Течёт отнюдь не голубая кровь В ответ на разгул Габумской аристократии В них может вспыхнуть Революционный инстинкт Сотлетней давности И пролетарская гордость Вы меня понимаете, надеюсь, того? Слушайте того Говори по-нашему По-русски Я говорю Что наши киски Попрут твоих Принцесс спинками Под зад Усёк Черномазый Бабум была умней Бабум была Всё усёк А какой у тебя Оружий дом Очень Оружий дом Опять Дом я не продаю И не собираюсь Жаль будет Если он сгорит Совсем сгорит Усёк Беломазый Однако Послушайте Вы Господин Бабум Бабум была Кунгап Мэйзабумбэ Уйю Убиптилов Убиптубодел Иблопопанайо Тем более Я того обещаю Моим девушкам Дают работать Дом стоит Моим девушкам Не дают работать Дом горит Вот так-то Папа Отключите Отключите Эти девушки Что случилось Включите свет Что-то упало Но это не я Ой, Ханвер Павлович Это вы Отпусти мою ногу Дура Я не хотел Вернее, это не я Скорее врача У меня есть Сейчас Туши свет Врач ему уже Не понадобится Что? Не может быть Вы уверены? На все сто Это ведь даже уния Грэвисле сердце не бьется Марго Отбой Да говорю же тебе Он умер Алло, Боря Это я Я тебе потом Перезвоню Какой ужас А кто разлил воду? Разбил светильник А че он босой? В этом тоже я виновата Давай, вали все на меня Мамочки Бойня Варфоломеевская ночь Так давай, вали на кухню Сиди там тихо, как мышь Ничего не знаешь Ничего не видела Ничего не слышала Ясно? Хандер сам Разрулит все, как нужно Спасибо, Хандер Не за что Что? Ничего Пусть все думают Что ты пришил его Причем тут я Его ударило током Я в конце концов Не облэнерго Ну ты что, не понимаешь Одно твое имя Будет наводить ужас И больше сюда Никто не сунется Значит так Говорить буду я А ты молчи И делай лицо Понял Лицо как у Дона Корлеоне Нет, 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 нет Хандер, зачем же так круто? С тобой познакомить никого нельзя Это ж тебе не Анталия Я наслышан, что там Замочить человека Что, сигарету выкурить И кстати А где Стрела? На этот раз Он взял его голову Руками Вот так И Голыми руками Хандер Ты что Расист? Дабы впредь между нами Сохранилось взаимопонимание Я так и быть Отвечу на твой Бестактный вопрос Национальную нетерпимость Я не признаю Но речь С которой обратился Ко мне данный Представитель негроидной расы Заставила бы Спылить даже Истинного арийца С выдержанным Нордическим характером Переведи Этот черномазый Припер из габума Дочерей вождя Который приходится Ему корешем И обещал Если мы не пустим Его марух на работу Спалить мою хазу А мне его гнилой базар Вкуривать баловлом Вот как его ломает Надо ему точно Коксичка раздобыть Да ладно Окочурился Туда ему дорога Вообще братву Это устроит Если бы еще покумекли Мы бы его сами хлопнули Ух Искорты На расправу Хантер-тертяка Дело привычное Поначалу колеблюшься А потом Слушай, а ты мне на досуге Покажешь свой хыр-хыр Легко Не сейчас Не сейчас Давайте сейчас лучше Уберем нашего темнокожего друга Спрячем куда-нибудь Вот сундук Чтобы он здесь не отсвечивал Посреди комнаты Вот А вечером Я зайду за ним Сразу После матча Надеюсь, что ты сегодня По телеку смотришь хоккей А тебя разве не интересует Судьба, лючи ты? Слушай, он и вправду не в себе У тебя его нагрузки Хантер Старина Ну Давай сделаем, как в прошлый раз Не естественно Труд в твоем полном распоряжении Да нет, я не про это У него были четыре шикарные смуглянки Тебе две И мне две Идет Субтитры сделал DimaTorzok Маляры опять не приходили? Нет, нет Кретина Они бы хоть убирали за собой В спальне пройти невозможно Нет, ты мне скажи Как в таком бардаке принимать клиентов? Так тихо Нет здесь никакого бардака Я принимаю, что не клиентов А друзей, поняла? Слушай, на их одержи не идиотов Он же давным-давно все понял Конечно Понял Но знать ни о чем не желает Это еще что такое? Последнее приобретение белоснежки Она что, издевается над нами? В джунгли, понимаешь, устроила Тут скоро из комнаты в комнату прорубаться придется Уже и так в уборную зайти нельзя Будьте добры, развинтели Анны Где она? На кухне Вроде у нее клиентов немного Куда она калории девает? Белоснежка Чего тебе? Опять обжирается Я балдею, когда решают проблему голода в развивающихся странах Это твоя хреновина Ага Красивая И сколько ты еще собираешься покупать таких зеленых насаждений? Пока не знаю Если увидишь что-нибудь подходящего Каня, ты слышала? Она пока не знает А ты знаешь, что ты не одна в этом доме живешь? Ты знаешь, что у нас может тошнит от твоей зелени Может, мы не любим девственные леса? А я люблю зелени и деревья Ставь их себе в комнату Они хорошо на кожу влияют Может, немножко побелее, что на человека оставишь похожа Нет! Они все пластмассовые Ты слышала? Они еще не настоящие Я точно возьму все кадры и пройдусь по твоим зеленым посадкам Только попробую, я тебя съем Подавишься, зубы сломаешь Девочки, хватит, успокойтесь А ты меня достала, эта людоедка А ты, российская, цепляйся ко мне, потому что я черная Потому что деревья у тебя зеленые, я этот цвет ненавижу Может, мне их перекрасить? Отличная идея, я могу помочь Только попробуй, только трон мои деревья Вы меня уже заколебали, угомонитесь, наконец! Я никого не трогала, сидела тихо на кухне ела бутербродик Да ты взбиралась, каковы! Мне твоё собачье дело Да заснитесь вы! В чём дело? Что у вас за бардак? Это он сказал, а не я Хочу вам напомнить, что я сдаю комнаты студенткам Повторяю, студенткам Так что прошу вас соблюдать Приличия А это ещё что такое? Банановая палма Она пластмассовая О боже! Я тебе ждала, чтобы спросить, куда лучше её поставить А ведь мне могло достаться эскимоска Вполне мог остаться без отопления Вы что, все сговорились? Чем вам мои растения не нравятся? Такие красивые, так оживляют Мне нужно зелень Если я долго не вижу зелень На меня находит хандра Ну да, чёрная меланхолия Расистка, я же говорила А ты жиренистка А я тебе съем А ты лучше купи себе пальму повыше Сядь на ней, сиди Пока в обезьяну совсем не превратишься Я тебе съем! Я убью тебя! Я тебя убью! А ну, цинк! Цинк! Заткни её за меня! И чтоб мне шумало! Это ко мне Приятел Иди, иди Не забудь познакомиться с приятелем Марго! Иди поставь чайник Ужинать будешь? Ещё приятель А это ко мне Друг Где шампанское? В хладильник Иди уже! Мне кажется Мне надо повесить над дверью Красный фонарь Ну А ты Представь, что это их Старые друзья Вот именно Старые Ни одного моложе Пенсионного возраста Неужели В этом возрасте Ещё тянет Дружить? Катя Если так дальше пойдёт Мой дом прославится На весь город А с моим Тёмным Прошлым Убийцей Мне кажется Лучше держаться В тени Сделай Сделай тебе чаю Мне последнее время кажется Будто я не в своём доме На днях сталкиваюсь В прихожей С одним другом Так он меня спрашивает Вы к Марго Или к Белоснежке Видели ли бы вы его физиономию Когда я ответил Что я к себе Ладно Давай всех выставим И скажем Что заведение закрыто Только как мы это Объясним ДД и компанией Тем более Что Марго И так Наскоро покинет Правда? Её врач Сделал ей предложение Господи Не может быть Только она Бедняжка Не знает Как тебе об этом сказать Ужасно боится Что ты будешь против Я против? И Белоснежка К твоему сведению Тоже замуж собирается За парня из Габума Кстати Он твой студент За этого двоечника Придётся поставить ему зачёт Только бы поскорее Всё это кончилось Выше голову Хандер из Анталии Всё идёт отлично Только бы чай у нас кончился Я сейчас бегаю И хлеба заодно Катя, подождите А почему к вам Не приходят Друзья? А ты бы хотел? Ну, просто странно Никогда не работаю Там, где живу Железный принцип Чего надулся? Уважаю Железный принцип Как тебе Всё-таки Идёт эта курточка? Правда Это всё вы Я же теперь Мужчина на содержании Альфонс Одним словом Всю жизнь об этом мечтал Внешность, правда Подкачала Зато менталитет А и вес В преступном мире Ну, с весом Пожалуй, проблемы Да ерунда Наберёшь пару килограммчиков И совсем будет Люба-дорого смотреть Да кто же на меня будет смотреть? Да хоть я Ну, что, тебе мало, что ли? Ужель на склоне лет Я удостаиваюсь Заслуженных похвал Коих я безнадежно ждал Всю свою безрадостную юность Смотри, смотри, смотри Давно у тебя приступов не было Чего ты так разволновался-то? Я гляжу, ты переквалифицировался Коврами теперь занимаешься Ой, не говори Так можно он у тебя В сундуке пока полежит? Пожалуйста, пожалуйста Сколько угодно После габунца Он стоит совершенно пустой А это что такое? Что у тебя в ковре? Да так, пустяки Тип один Мы с ним в покер играли Вова Всех нас без штанов хотел оставить Падла Давай, бери Да ты Ты что? Что? Убери его отсюда Немедленно Куда? Туда Не знаю, куда ты их там деваешь Да что ты в самом деле? Тише Тише Хандер А кто тебя От двух жвориков Избавил? Тише Тише Я прошу только меня выручить Ага, ага Товарческая взаимовыручка Я тебе труп Ты мне труп Сию же минуту Забери его отсюда Вот не думал Что ты мне такую синюю подложишь Это не я Это ты мне ее до сего подкладываешь Подожди, подожди Дай объясню Все ли значит мы в покер с ним перекинутся А этот гад Карты гонит по черному Просто без ножа режет Хорошо, что без ножа Ну вот, а Шныря просек это дело Кстати, Шныря он из наших Очень приятно Так вот, он не стерпел И пощекотал его Первым чуть-чуть Типично Несчастный случай Да-да, летальный исход От щекотки Так, порнуну ты наугад Это вы так в карты играете? Да какие карты? Он даже пикнуть не успел Плюх на стол и готов Да-да, а ты теперь его плюх в мой сундук Благодарю покорно Да вечером заберу, вечером Да? В таком случае Почему бы ему не дождаться вечера В багажнике твоей машины? Так вот тут-то языковыка Меня скреща менты к себе вызывают Зачем? Хотят сверить у моей тачки Номера на шасси и двигатели Ну, понимаешь Мои ребята скупают битые тачки Ну, на запчасти А если попадается хорошая То они угоняют такую же Только новую А номер берут с разбитой Ну, не ремонтируют же всякое старье Это ж сколько денег зря ухлопаешь Действительно, прекрасный способ сэкономить Вову, а ментам же это не втолкуешь А сегодня я как раз должен им пригнать свою тачку Ты представляешь, если я к ним заявлюсь Сожмуриком в багажнике? Да, круто! Я сразу подумал о тебе А? Хандер Очень мило с твоей стороны А, дружище! Я так и знал, Хандер Если кореш кореша не выручат Некуда будет труп одевать Да, круто! Ну ладно, помогай А то у меня менты заждались Когда ты за ним вернешься? Да вечером, вечером заберу Чуть не забыл Вот, достал Специально для тебя Чистый, пакистанский Если не понравится, я другой раздобуду Спрячь О, привет! Привет! Уже уходишь? Ну, меня ждут Ну, я еще заеду До скорого! До скорого! До очень скорого! Ну и видок у тебя В чем дело? Плохие новости? Кто это? Мы не были представлены друг другу Мне лишь известно, что его приемы игры в покер Вызвали неудовольствие партнеров Ну, ДД точно спятил Какого рожна он притащил его сюда? Вы же сами говорили У вас серьезный бизнес Вы своих приятелей сюда водите А он своих приятелей сюда носит Нет, я просто не успеваю Выучивать роль Сначала из скромного преподавателя Я превращаюсь в убийцу Потом в сутенера Содержателя борделя А теперь вот в кладбищенского сторожа Если до вечера его не заберут Я иду сдаваться в милицию Понятно? 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 Бедный ты мой! Туго тебе приходится! Екатерина Ивановна, я хочу вам сказать Я открою Вы по записи? Простите Но вы к Маргой или Белоснежке? Я к Андрею У нас только девочки К Андрею Павловичу? Ну да, я его двоюродный брат, Леонид Он дома? Леонид, как ты здесь оказался? Почему не позвонил? Я подумал, что ты не обидишься Если я явлюсь к тебе без предупреждения Ну как тебе не стыдно? Ты еще сомневаешься А я думал, что ты по-прежнему живешь один А это Катя, Екатерина Ивановна Это моя, 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 моя экономка Очень приятно, Катюша Мой двоюродный брат, отец Леонид Виском Самойска Так вы настоящий В каком смысле? Ну, настоящий священник Простите, я проповедник Проповедник церкви, свидетели присутствия Свидетели чего? Присутствия А-а-а Я очень рад тебя видеть Так нам надолго? Ну, если не выгонишь, то до завтра А, ну, что ты говоришь Моя комната в твоем распоряжении Нет-нет, Андрюша Я не собираюсь тебя стеснять Я лучше здесь, вот на диванчике А могу и прямо вот здесь, на сундочке Нет-нет? Нет-нет, не надо на сундочке Хочешь, на втором этаже Я помню, у тебя там было две комнаты А, комнаты наверху заняты Там у меня, прости, студентки Прости, кто? Просто студентки А-а-а Сдаешь? Приютил Хорошие девочки Ближних любят Благое дело, Андрюша, благое дело Сейчас так много на свете бедняков Коим и голову преклонить негде А сколько несчастных, которым и спать негде сегодня Ну вот теперь какая-то часть спит у меня Извините, вы ужинаете у нас? С превеликим удовольствием А, тогда я в магазин, чтобы приготовить вам что-нибудь вкусненькое Андрей Павлович, можно вас на минуточку? Извините Конечно, конечно Ну придумай же что-нибудь В любой момент может заявиться ДД за своим ковриком На Хандерова брата у меня фантазии не хватит О, да, а славная у тебя экономка Где ты ее нашел? У светофора То есть я хотел сказать случайно А ты к нам по делу? Да, но по очень печальному делу Ты помнишь Аркадия, сына нашего почтальона? Да, такой маленький, толстый Нет, такой худенький, высокий Так вот, помер Играл, играл в карты и помер В покер? Да нет, в дурачка Женой играл, с друзьями В 50-то лет помер О, карты дела опасные Да Так вот, его отец наш прихожанин Поэтому меня попросили помочь с похоронами Так что ты меня извини Я ненадолго вынужден буду тебя покинуть Замечательно Я подвезу тебя А по дороге поболтаем Андрюша, я боюсь, что это зрелище для тебя будет не очень приятным Я-то привык видеть усопших А ты нет Подумаешь, невидар Трупам больше, трупам меньше У меня они вообще не переводятся Так что, давай, поехали Андрюша, не на все темы можно шутить Ладно, принеси мне одну таблетку аспирина Меня что-то продуло в поезде Сейчас, принесу О, кто это к нам пришел? Что это за пупсик здесь сидит? Совсем один Ой, на дожаробке какой Бука, 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 бука Андрюша, а кто это? Поп Слушай, ты правда настоящий? Самый, что ни на есть Ой, извините Мой двоюродный брат Леонид Извините Маргарита Я вас путала с одним преподавателем Мне ему осенью пересдавать Иди Иду Вот твой аспирин Это что, одна из твоих студенток? Ага Какая шалуня Ах, Леонид, старина, Леонид Как хорошо, что ты приехал Я так рад тебя видеть Мой добрый, старый Леонид Андрюша Андрюша, как интересно С годами ты становишься Сентиментальным Ай, ну как подумаешь Что нам с тобой столько же Сколько было бедняги Аркадия Ибо он уже покинул Семь мир скорбей А мы еще принуждены Влачить свои дни в земную долю Ну ладно, Аркадий ждет Ничего Подождет У него впереди еще вся жизнь Вечная А где же его адрес? Подожди Я адрес его потерял, что ли? Ну пойдем, пойдем В машине поищешь Подожди, не спеши Не на пожар Уж лучше бы пожар Ну где же этот адрес? Ах, мой старый добрый Аркадий То есть мой старый добрый Леонид Такое счастье Ты даже не представляешь Я, конечно, тронутый Но ты успокойся Все в порядке Я с тобой Все нормально Все хорошо Ты думаешь? Конечно Вот, вот Я и адрес нашел Вот Воровского 14 Воровского Ну не важно Пойдем, пойдем Подожди Какой ты стал нервный Вовсе я не нервный Подожди Там друзья уходят Ты знаешь, Андрюша Я с удовольствием бы Познакомился с твоими друзьями А я их терпеть не могу Ну присядь пока Это минута Какой ты сегодня странный Дерганный Но я присел 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 Вот сижу Ой, ты знаешь На чем я сижу Это же сундучок Нашей тети Жени Помнишь, как мы В детстве в нее прятались? Да-да Но сейчас он забит Просто битком Места нет совершенно Боже мой Как мне все здесь напоминает О нашем прошлом А тебе? Лично мне Хватает настоящего В будущее Я даже заглянуть боюсь Ну что ты дергаешься, Андрюня? Лет десять За рулем Не сидел А я десять лет не пил А сегодня зачем? Эх, Леня Ну Иди Я пока карбюратор посмотрю Вот он Этот? Да он за так дом отдаст Кого там подключать Сейчас все решим Бог в помощь Спасибо А вот ему уже Не поможешь Кому Ему Ему Аркаши, например Похоронили мы его Кто Мы Да мы с братом Ну С отцом Так у вас Трое было Да кто там считал Не завидую вам Не люблю покойников А я ничего Привык После тех троих Этот даже Симпатичный оказался Все Понял Извините Если шо Не так А что не так А что не так Если шо Не так Нет, брат Не так Не так Не надо Все Понял Извиняюсь Поезд Не на те рельсы Пошел На красный свет Поехал Гол в свои ворота Извиняюсь Не в то горло пошло Все 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 Ух ты Извини Извини Извини, брат Прости Хандом А что происходит Ты забрал свой ковер Короче Расклад такой Человек этот Непростой Походу Авторитетный Мокрухой Попахивает Так что Я сбриваюсь И тебе Не советую Понятно Тогда это Буду Шестиметровый Рысь Ну не обижайся Хандер Ну кто знал Что моя точка В розыске Что мои крыша От журика Откажется Ахандер Ну давай Мы с тобой вместе Ночью По-тихому Вынесем его На твою тачку И в речку О господи А с Леонидом Что делать С каким Леонидом Ну с братом Я же тебе объясняю Уперся Хочет спать Только в гостиной На диване Он ночью хорошо спит Откуда я знаю Вот Безотказное средство Хоть из уши Пали Не проснется Это что Наркотики Да нет Какие наркотики Это Простое снотворное Я сам его Перед сном принимаю Две таблетки Плюх И спишь Как убитый Да Ну А вот и он Ну как Все в порядке Торт Превосходный Истина сказана Сладок Грех Чревоугодия И что Классный прикид Наверное Тоже в бегах Познакомься Леонид Это Деде Друг дома Отец Леонид Мой двоюродный брат Из Комсомольска Так Отец или брат? Ну вот что Ты сядешь здесь Включишь телевизор И помолчишь Хорошо А Деде Наконец-то Кофе готов Позвольте я разолью Я сама Мне не сложно Нет Позвольте мне Екатерина Ивановна Пусть поухаживает А я бы хотел Вас попросить Принести еще один кусочек Вашего божественного торта Да, конечно Сейчас принесу И мне Две таблетки и плюх Помню, не лезь Сколько тебе сахара? Мне кофе не надо Я от него плохо сплю А от этого кофе Вы будете спать как убитый Гарантирую А что в нем Такого особенного Его варила наша Катюша А Ну в таком случае Я выпью одну чашечку Но только если Месяц очаровательный хозяюшка Да, да, конечно Сейчас принесу Еще чашку И мне Давай, быстрее Бросай Я же тебя просил Сядь и помалкивай Андрюша А почему так круг С нашим юным другом? Во-во, святой отец Ни любви, ни ласки А кто вы по профессии? По профессии? Ну да В смысле, кем я работаю? Угу Продюсер Ой, как интересно Вы, наверное, работаете со звездами? Нет, больше с начинающими Но они у меня сразу идут в дело И уж пашут круглые сутки Похвально Похвально, похвально От всей души благословляю ваши начинающие Спасибо Молодежь нужно приучать к труду Только постоянные упражнения возвышают душу И укрепляют тело Превращая дилетантов в настоящих профессионалов высшего класса Вот-вот, то же самое я говорю моим девочкам Аромат божественный На-ка посмотри по программке В котором часу хоккей Пожалуйста Я к нему не прикасался Да нет, никакой суме хоккей Я утром смотрел Где ты был, придурок? На-на, дон тварь Катя, хану Все под контролем Будьте здоровы Будьте здоровы Дедэ, можно тебя на секундочку? Будьте здоровы Будьте здоровы Будьте здоровы А ковер? Он же бешеный бабок стоит Вместо ковра возьмем кусок презента А, презента Давай, давай Не спи Ай-я-я-я-я Ай-я-я-я Ай-я-я-я Простите, пожалуйста Видимо, меня в поезде Действительно просквозило А еще кофе? Нет, я боюсь, что После него я уже совсем не засну На кухне остался еще кусочек торта Хотите, я принесу? С большим удовольствием Только не волнуйтесь Я сам сейчас туда пойду И уже на кухне Воздам ему должное О, гудок, смена закончена Что у нас по телеку? Ну, блин, и торт Ну, блин, и торт Вот ел бы и ел бы Ел бы и ел бы Ей-богу, ел бы и ел бы А че? Ой, какой балдеж Ай-да, отец Леонид Ай-да, сукин сын Ай-да Оу Ха-ха-ха Хо-хо-хо-хо Иди на кухню, мою посуду А разве там осталась посуда? Ты же все вчера расхолотила Заткнись, черномаза Ты меня сама толкнула Кто тебя толкал, деревенчина косолапая? Что? Да я гибкая, как пантера Не путай пантеру с павианом Смотри, корова, смотри и завидуй Да подумаешь, я тоже так могу Ва-а-а Ау, ау Хе-хе Хотите, что-нибудь сделаю? Хотите, три проповеди прочитаю? И только для вас Хотите? Нет, нет Как-нибудь в другой раз Тогда я их прочитаю в комсомольске Я всем их прочту Буду читать без перерыва на обед И чтоб никто не расходился Пока не закончу проповедь Понятно? Ну, стоп Гениально, да? Уу 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 Е-е Ха-ха Уу 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 Девчонки Давайте знакомиться Отец Леонид Можно просто Лёня Маргарита с вами мы знакомы Как вас зовут? Сударня? Белоснежка 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 Ха-ха-ха Кружка моя Ку-ку 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 Руки Ку-ücke Кною Не 25 ЭК К turbo ЭФ Ой 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 Тебедinki и плюг Как убитый Да, подожди-подожди Еще не подействовало Я одну выпиваю из плюг как суров А тут две О чём ты говоришь? Подожди, вырубится. Ещё минут десять. Кажется, это снотворное антиклирикального действия. Какого? Антиклирикального. Вот и этот бабашка, где вы его боили? Сейчас, сейчас. Девчонки, наисповедь! Наисповедь! Наисповедь, я сказал! Отжалуй! Нет! Наисповедь! Безисповеди я вас не отпущу! Леонид, Леонид, успокойся, остановись. А что с тобой? А в чём дело? Веди себя прилично, в конце концов. Я веду себя прекрасно. Просто вы здесь все такие скучные. Эй, Андрюша! Эй, девчонки! Стоять! Ты что-нибудь понимаешь? Кто же знал, что он выдаст аллергию? Что? Засунь свои таблетки, знаешь, куда? Какие таблетки? Потом объясню. Пока он наверху, быстро собираемся и уезжаем. Куда? Рыб кормить с бакримом жмурико в реку. Поднимитесь наверх, скажите девушкам, пусть делают с ним всё, что хотят. Лишь бы он не спускался вниз. Быстрее, Хатюша, пожалуйста! Да-да! Ты что? Уснул! Пошевеливайся! В конце концов, это твой жмурик. Ты его сверни, а я пока подгоню машину. Свет я потушу. Если валится Леонид, успеешь жмурико припрятать, пока он нажарит выключатель. Ну, проблем, Хандар. Сам его достанешь? Ну, проблем. Я быстро! Да. Ну, проблем. Свет я потушу. Андрей Палыч! Андрей Палыч! Чёрт! Андрей Палыч! ДД! Как ты меня напугала! Что вы здесь делаете? Тебя ищу! Я только сверху! С Леонидом проблем не будет! Чем он там занимается, не знаю! Ладно! Сам себе потом грехи отпустит! А где ДД? Как где ДД? Здесь должен быть! Может, он в туалет пошёл? Помогите! Знаешь, лучше с тобой я поеду! Это ещё почему? Если нас застукают, сделаем вид, что мирно занимаемся любовью в машине! Менты тоже люди! Мешать не станут! Мне права не хотелось бы затруднять! Может, он на кухне? Да нет его там! Ну что, потащили! Не будем жмуждать ДД всю ночь! Ху-ху! Ху-ху! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, выпьёшь ещё нить? Нет. Спасибо. Никогда не думал, что сокрытие трупов такое нервное дело. У меня ожога, как после экзамена. Ладно. Разделались, и слава богу. А да-да. Вот ведь нахал. Небось, играет уже где-нибудь в покер. Так бы сделал ему. Ох, узнает он у меня кто такой хандар. Из Антарии. Вот. Прекрасный случай выставить его из дома. Больше он сюда не явится. О, что с вами? Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. А что случилось? Господи, мы же его утопили. Боже милостивый. Леонид! Братишка! Леонид! Кто? Леонид! Наверху баскетбол играет. Он живой? Сущий, Жевчик. Я весь ковер носом пропахала. Я же раньше с папами дела не имела. Это что-то. Так ты честно? Ты смелась. А мне что? Одной двадцать прикажут. Я первый четверть честно отыграла. Как он там? Опять дебил. Держи пас. Ага. Что за бросок? Что за владение мечом? Сын мой, я учу твоих хороших правильному броску. Держи. Ага. Значит так. Кто последний прибегает в комнату, тот отрабатывает броски от грудки. Ага. Время, 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 время. Крошки мои. Крошки мои. Ну, эти вроде живы. Ну, тогда в брезенте был. Да-да. Больше некому. Господи. Ну, как его угораздило завернуться в брезент? И почему молчал? Когда мы его топили, уснул он там, что ли? О-о-о-о. Слушай, кажется, я все поняла. Наверное, он нечаянно выпил снотворное, которое предназначалось твоему брату. Нет. Это невозможно. Я сам бросил таблетки ему в чашку и сам передал ее Леониду из рук в руки. И... Все. Тогда все сходится. Наш галантный Леонид отдал свою чашку мне, а я сунула ее в ДТ. Ну, опять несчастный случай. Нет. Какой несчастный случай? Я убийца. Чудовище. Маньяк. Тихо. Тихо. Успокойся. Вот, правильно. Тебе нужно отдохнуть. Ложись вот сюда. Вот. Бедный Деде. Надеюсь, он не проснулся, когда тонул. Не думаю об этом. Спи. А ведь я любил его по-своему. Привязался к нему. Славный малый. Да. Как подумаю, что завтра опять придется... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошие. Пойдем. Сейчас. Пойдем, я сейчас просну. Еще одно слово, и я тебе съем. Я тебя тоже люблю, пойдем. Девочки, вы уходите? Куда навылились баскетболистки? Андрей Павлович, отпусти. Мы же все равно тебе не нужны. Кать, Боря квартиру снял. А у меня билет на самолет летим с женихом вагобум. Держите это вам. Что это? Мой свадебный подарок. Ой, что ты? Не надо. Мы, мы и так кругом у тебя в долгу. Берите, берите, без разговоров. Хандер, ты не ошибся? Здесь слишком много. Нет, нет, я это взять не могу. Будете со мной спорить? Так, одно из двух. Или берете, или остаетесь здесь. Хандерчик, золотой. Спасибо. Андрюша! Леня! Андрюша! Как самочувствие? Андрюша, понимаешь, я не знаю, что вчера на меня нашло. Вроде и выпил самую малость. Наверное, из-за твоего кофе. Вот, про кофе, пожалуйста, не надо. Ой, ужасно неловко, ужасно неловко в моем возрасте и положении до такой степени потерять голову. Ну, раз в пятьдесят лет терять голову разрешается даже святым. Это, конечно, грех, но... Но я же не сделал ничего дурного. Хотя мог сделать, но не сделал. Хорошо, что, слава богу, девушки попались добродетельные. Более того, благодаря тебе они научились играть в баскетбол. Ой, баскетбол. Про баскетбол ни слова. Про баскетбол ни слова. Но мне пора. Пора и честь знать. Ты... Спасибо тебе, Андрюша. Прости меня, Леня. А ты прости меня, Андрюша. Екатерина Ивановна? Спит. Не будем ее будить. Угу. Ну вот. Дело идет к развязке. Тайсона ИДД больше нет. Белоснежка и Марго уехали. Мне тоже пора. Почему? Я тебе больше не нужна. Подожди, подожди. Как это ты мне не нужна? Ну а что, заживешь в прежней жизни? Тихо, спокойно. Ну да. Нужно опорожнить сундук. Я вечером загляну. Как тебе не стыдно? Мне? А что это ты перешел со мной на ты? Да тебе, тебе. Ты вошла в мою жизнь. Изменила мой дом. Все это, мебель, тряпки. И теперь ты мне не нужна? Зачем? Я тебе нужна. Я мужчина. И мне решать, нужна-то мне или нет. Я никчемная девчонка по вызову. Стареющая путана. Так немедленно прекрати обливать грязью человека. Какого человека? Рискова мне человека. Слушай, на какое право ты имеешь на меня кричать? У тебя же больное сердце. Да если ты хочешь знать, это я тебя не достоин. Ах так? Да, я неудачник. Это я ничего в жизни не добился. Что? Да ты посмотри на себя. Ты такой интеллигентный. Ты умный, образованный. А что ты придираешься к мелочам? Ты такая красивая, молодая. Молодая. В тебе столько жизни. Да ты на себя бы смотри. Да, ты права. Я слабый. Без характер. Я ни одной женщине в жизни так и не сказал. Я тебя люблю. Будучи филологом, я так и не смог связать трех простых слов. Сейчас. Так в чем же дело? Свяжи сейчас. Сейчас. Да. Это же так просто. Местоимение. Деепричастие. Глагол. Ну, во-первых, не деепричастие. А местоимение второго лица родительного падежа. А во-вторых, я освежу. Свяжи. Свяжу. Я освежу. Только дай мне две минуты. Стой здесь. И никуда не уходи. Две минуты. Я сейчас. Мужчина, а сдачу? Катя, Гатюша! Катя, Гатюша! Вот. Как договаривались? Одиннадцать. О чем договаривались? Как? Ты же мне дом продаешь. Я? Ну да. Правильно и делаешь. Ты же один. Зачем, дед, такая махина? Один. Один? Нет. 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 Нет, но я могу добавить. Я не один. Слышите? Я не хочу быть один! Чокнут. Чокнут. Вы? А вы кто? Я тебя. Я буду. Я буду. Я буду. Я буду. Я буду. Я буду.